Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Интерфакс Казахстан сообщает. Комитет индустрии, туризма и Министерства индустрии новых технологий рекомендует казахстанцам, находящимся на отдыхе в Египте, проявлять осмотрительность и избегать поездок за пределы курортных зон в связи со вспыхнувшими там массовыми демонстрациями сторонников исламского движения «Братья-мусульмане». Вместе с тем, комитет просит турфирмы информировать казахстанцев о неблагополучной ситуации по холере на Гаите, в Конго и Анголе и при необходимости рассказывать о мерах профилактики этого опасного заболевания. По данным Интерфакс Казахстана, в Алматинской области в одном из домов дачного общества «Береке» произошел пожар. С места происшествия до прибытия противопожарной службы соседями были эвакуированы и доставлены в больницу годовалый ребенок, дети 2 и 3 лет, которые от полученных ожогов и отравления угарным газом скончались. А в Казаларде отравились угарным газом и были госпитализированы четверо детей в возрасте 14, 6 и 3 лет. Суд Астаны отложил рассмотрение дела экс-президента национальной компании Казахстана Гарыш Сапары Гавылатына Мурзакулова, передает Кастак. Дело отложено в связи с тем, что адвокат Гульмира Есенгулова выступила с соответствующим ходатайством. Как оказалось, она не успела ознакомиться с 22 томами материалов дела. Мурзакулов обвиняется в вымогательстве от представителя генерального подрядчика взятки в общей сумме 210 миллионов тенге за победу в тендере по строительству сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов на сумму более 12 миллиардов тенге. В Кокшетау из многоэтажного дома поздно ночью в пятницу эвакуировали людей из-за сообщения о бомбе, передает Интерфакс Казахстан. Одна из жительниц дома сообщила, что ей позвонил неизвестный и сказал о бомбе в подвале. Пока спасатели искали взрывное устройство, полицейские вывели из здания 150 человек. В результате обследования дома ничего найдено не было. Между тем, в прокуратуре области сообщили, что уже задержаны двое молодых людей, подозреваемых в ложном сообщении о взрывном устройстве. Интерфакс, сообщает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, принял участие в новогоднем столичном бале, состоявшемся накануне в выставочном комплексе «Карумя». Собранные в рамках бала средства будут направлены на благотворительные цели. В своей речи Назарбаев поздравил всех с наступающим Новым годом и отметил, что этот праздник всегда является радостным событием для казахстанцев. В этом году была проведена большая работа, в том числе по реализации стратегии «Казахстан-2050», в которой мы поставили цель войти в число 30 самых развитых стран мира. Я уверен, что мы ее достигнем. Скажем, большое спасибо уходящему году, сказал президент. Нурсултан Назарбаев пожелал всем счастья, благополучия и успехов. О событиях, произошедших в нашем городе, вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Продолжим выпуск. Спасатели сегодня продолжили операцию по извлечению из воды автомобиля на Актюбинском море. Как сообщалось, в сложную ситуацию попали местные рабаки. ЧП случилось минувшим днем с разницей в три часа. Под лед ушли сразу две машины. Одну машину удалось извлечь на поверхность уже к вечеру. Работа по спасению второго автомобиля из-за хрупкости льда спасателям пришлось отложить до утра. Группа спасателей из восьми человек на двух автомобилях выехала на место вчерашних ЧС. Автомобиль Нива вчера вытащить не удалось, то есть не было к этому автомобилю никаких подходов. Потому что вокруг была вода, лед очень хрупкий, лед трескался. Но вот сегодня с утра мороз, лед должен подмерзнуть, ребята выехали туда. И еще убедительная просьба, значит, что часто мы слышим наш адрес претензии, что мы обязаны вытаскивать автомобили. Нет, единственное, что мы должны делать, обеспечивать безопасность тех, кто эти автомобили будет вытаскивать. И хотелось бы впереди новогодние праздники, пять дней выходных, сделать предупреждение, что все-таки смотрите средства массовой информации, слушайте радио. Всегда мы передаем предупреждение, когда можно выходить на лед, а когда нельзя. На автомобилях на лед в любое время, при любой толщине льда категорически выезжать запрещено. Напомним, что в чрезвычайной ситуации почти одновременно оказались два автомобиля с рыбаками. Водитель Нивы успел вовремя покинуть салон, когда машина завязла в полынье и накренилась. Автомобиль Volkswagen Golf, в котором на рыбалку отправилась пожилая семейная пара, ушел под лед полностью. Сами пенсионеры по счастливой случайности не пострадали. Машину с помощью лебедки к вечеру удалось поднять на поверхность. На коммунальном рынке Табыс сегодня состоялась заключительная в этом году сельскохозяйственная ярмарка. На праздничную распродажу продуктов первой необходимости съехались октябинцы со всех концов города. Люди закупали мясо и молоко, овощи и фрукты к новогоднему столу и отмечали, что приехали не зря. Гостей праздника организаторы встречали праздничным угощением – настоящим узбекским пловом и баурсаками. Таким образом, не успев приехать на рынок, посетители заряжались позитивом. Но все же самое главное ждало октябинцев в самом павильоне. Это богатый ассортимент товара и низкие цены. В основном горожане закупали самое необходимое к новогоднему столу – мясо и молоко, овощи и фрукты. Сегодня объемы реализуемых продукций составляет 2700 кг говядины, 450 кг мяса свинины, 550 кг мяса конины, 235 кг мяса птицы, 235 литров молока молочной продукции, а также 12500 кг овощей и 7000 кг картофеля. Свою продукцию сегодня представили товаропроизводители четырех районов – Алгиинского, Мартугского, Хабдинского, Каргалинского, а также Актубе. Цены на продукты питания строго контролировались чиновниками и поэтому не могли не радовать покупателей. Мясо, как всегда, не очень дорого. Вот конина, например, тысяча начинается до полтора тысячи, коза – полтора тысячи. Ну, я считаю, что это умеренные цены. Мясо хорошее, жирное. Говядина – 850, вот местное мясо, ну, мякоть, правда, 1300, обычно 1200, сегодня 1300. Ну, тоже хорошая цена. Это недорого. По сравнению с другими рынками, это у нас недорого. Я ожидала, что дороже будет к Новому году. А сейчас мясо, мясо, как всегда, на Новый год, хоть и говорят. Лошадь мясо не кушает, но мы-то кушаем. Нормально, нормально, вот нормально мясо взяла, и я ожидала дороже. Ак-тюбинцы увозили домой баулы с яблоками, ананасами и мандаринами. Запасались картофелем, луком и морковью. Цены на овощи и фрукты горожанам тоже пришлись по душе. Продукция стабилизационного фонда, вы видите, продается по ценам до 30% ниже рыночных. Это опять наименование – картофель, лук, свекла, капуста и морковь. Помимо того, что сегодня заключительная ярмарка, всю зиму, а также весну, ежедневно, на постоянной основе, продукция стабилизационного фонда будет реализовываться на рынке ТАБЭС, а также на коммунальных мини-рынках. А у входа развернулась концертная программа с участием артистов областной филармонии. Из уст певцов звучали поздравления и новогодние песни. Асюня Махмутова, Марат Акажанов, программа «Факт». Накануне вечером Аким Ак-тюбинской области по новогодней традиции встретился с детьми-сиротами за чашкой чая. Встреча состоялась в доме юношества. 46-ти сиротам, имеющим накопление и стабильную заработную плату, Аким вручил сертификаты на общую сумму более 10 миллионов тенге. Аким сообщил детям радостные новости о том, что 8 детей приобретут двухкомнатные квартиры уже в 2014 году. Ровно год дети из дома юношества ждали этой встречи с Акимом. Встречаться с детьми-сиротами в канун Нового года стала традицией для Архимеда Мухаммедова. Глава области пришел к детям не с пустыми руками. На днях им был подписан комплексный план по обеспечению жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на 2014-2016 годы, инициированный Управлением по защите прав детей. Согласно данному плану, за три года 339 детей-сирот приобретут жилье. Чтобы нам больше решать задачу, мы привлекаем спонсорские средства. И согласно двух этих направлений в сумме, мы в ближайшие три года план поставили, 339 детей обеспечим квартирами. Это очень большой объем, если сравнить с другими областями, это очень высокий показатель. В числе счастливчиков оказалась и Диана Ермуракова. В семье их шестеро. Диана самая старшая. На сегодняшний день девушка накопила более полутора миллиона тенге. Аким области вручил ей сертификат на полмиллиона. В следующем году семье удастся получить кредит и жить в собственной квартире. От новости, которую сообщил глава области, девушка не смогла сдержать слез. Возможность получить собственное жилье Диана с братьями и сестрами ждали очень долго. Копить мы начали в Жилстрой Сбирпанке с 2010 года. Копим в этом году уже подошло наше время. У нас немного не хватало, поэтому Аким области, Архимед Бекижанович, еще немного доложил. И благодаря этому мы возьмем уже двухкомнатную квартиру. Сейчас с семьей мы проживаем на съемной квартире. То есть четверо мы живем на съемной квартире. Еще две братишки, они учатся в колледже и, соответственно, проживают в областном доме юношества. Дети были благодарны Акиму области за щедрые подарки. Гость подарил дому юношеству стиральные машинки. Улыбки на счастливых лицах детей не сходили весь вечер. После вручения сертификатов и беседы с Акимом области ребята подарили гостю песню, которая стала гимном их встреч. Айшат Ибрагимова, Сергей Калашников, программа «Факт». Банкноты номиналом 5 тысяч и 10 тысяч тенге, выпущенные в 2006 году, а также 10-тысячные купюры 2012 года, будут использоваться в параллельном обращении до конца 2015 года. Ранее сообщалось, что их нужно будет обменять в кассах Нацбанка. И вот буквально на днях было принято решение о продлении периодов сроков их обращения. Когда заканчивается это обращение, банкноты будут еще приниматься в течение 12-7 месяцев банками второго уровня для того, чтобы их обменивать и передавать для филиалов Национального банка для их замены. Кроме того, филиалов Национального банка по истечении этих лет, разрешающих еще в течение трех лет, принимать банкноты старого образца и обменивать их на новые. Процесс изъятия купюр будет проводиться постепенно, поэтому не нужно бояться, что сбережения станут недействительными, отметили в местном филиале Национального банка. Между тем, 13 декабря этого года в обращении выпущен новый образец купюры номиналом в 1000 тенге. Как заметили эксперты, в новых образцах степень защиты выше, нежели в предыдущих. Также нужно сказать, что казахстанский тенге признан одним из лучших в мире как по дизайну, так и по степени защиты. Сегодня в микрорайоне Батыс-2 состоялось торжественное открытие Центра водных видов спорта с 50-метровым бассейном. В мероприятии приняли участие Аким Актюбинской области, Аким города – представители спортивной общественности. В центре водных видов спорта до стык побывала Айшат Ибрагимова. Строительство бассейна было начато в июле 2012 года. Общая сметная стоимость объекта составляет более полутора миллиардов тенге. Бассейн имеет 10 дорожек, глубина составляет от 2 до 3 метров, что позволяет в будущем проводить чемпионаты Азии и Казахстана, открытые турниры и первенства области и города по таким видам спорта, как водное поло, плавание, синхронное плавание. Сегодня мы открываем знаковый объект для наших жителей – это новый спортивный комплекс по водным видам спорта. Здесь бассейн длиной 50 метров, имеет 10 дорожек, глубина 3 метра, по крайней мере 2 метра. Этот бассейн соответствует всем олимпийским стандартам. Именно когда выбор был у нас где-то в уменьшенной стоимости, мы не стали этого делать. И чтобы этот бассейн, в этом бассейне можно проводить соревнования олимпийского масштаба. Ежедневная рабочая нагрузка бассейна рассчитана на 16 часов. В одну смену смогут заниматься до 250 человек. Открытие такого спортивного комплекса позволит представителям молодежи заниматься водными видами спорта и достигать новых высот. В Ахтубе построили только сегодня открытие бассейна. И мне кажется, это хорошая новость, потому что все люди, которые хотели ходить на эту секцию, дождались своего и пойдут на эту секцию очень-очень скоро. И для Казахстана, для нашего города это очень хорошо. Нужны такие бассейны. Так как уже Ахтубе развивается по цели спорта, Казахстан надеется на наш город. И мы готовы оправдать эти надежды. Кроме бассейна, в котором имеются 400 мест для зрителей, в здании расположен спортивный зал площадью более 200 квадратных метров, оснащенный спортивным инвентарем и тренажерами, гимнастический зал, сауны и массажные кабинеты. Айшат Ибрагимова, Сергей Калашников, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Удачных выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...